Всем привет! Вы на канале TravelNRF, а мы находимся в селе Широкая Балка. Поэтому в этом видео вас ждет интересный и полный обзор этого курортного места. Подписывайтесь на наш канал, а мы начинаем. Начну свой рассказ традиционно с обозначения местоположения. Так вот, Широкая Балка это поселок Новороссийский, расположенный примерно в 10 километрах от центра города, на берегу Черного моря, в живописной горно-лесистой местности. Пляж в этом курортном месте достаточно протяженный, его длина составляет около 1 километра. И это расстояние полноценно облагорожено вдоль всего пляжа, и вам будет везде комфортно загорать и плавать. Предлагаю вам прогуляться вместе со мной от первого пляжа, находящегося на въезде в поселок. И мы пройдем все пляжи, расположенные вдоль курорта, и узнаем, где самое комфортное место для отдыха. Сразу скажу, что в Широкой Балке очень много парковок, как платных, так и бесплатных. И чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, покажу некоторые длины. Вот эта парковка, наверное, самая большая, находится она в начале курорта, но она платная. На входе, условно обозначим, на первый пляж расположены вот такие милые беседки. Их стоимость у меня уточнить не получилась, потому что в тот день, когда я здесь был, людей, отвечающих за них, найти не смог. Но давайте осмотрим, что еще есть на пляже из удобства. И традиционно подойдем к морю. Водички мутноватые, милые. Чуть далее стоят вот такие комфортные шатры. Их тут много, но и свободных мест много. Сегодня вообще не многолюдно, хотя день достаточно жаркий. Слышите звук, это истребитель в воздухе пролетел. А вот, пожалуйста, и цены на все это удовольствие. Рядом с данным пляжем расположен милый ресторанчик, как в него не зайти. А вдоль пляжа можно купить типичные туристические товары, продукты. И есть еще вот такое кафе. Я в него не заходил, ничего о нем не скажу. Но цены там вот такие. Давайте теперь вернемся на пляж и немного пройдемся вдоль него. Ну вот такая галечка тут, средняя, скорее всего. Даже ближе на арк мелкой. И людей как-то побольше. Здесь можно взять в аренду сапы, катамараны. Как видите, все стоит без дела. Что еще хочется отметить? Это зона для пешей прогулки. Ну, можно ее, думаю, даже назвать полноценной набережной. Она достаточно здесь протяженная. Есть где погулять и поглазеть на пляж чуть свысока. Но ведь красота, если б не жара. Тенечки немного не хватает все-таки в прогулочной зоне. Вот в этом месте, видимо, планируется открытие торговых объектов. Но пока ведется ремонт. А я дошел до конца. Здесь вот такой забор с дырой. И уже начинается зона, я так понимаю, стихийного кемпинга. По крайней мере, я вижу несколько палаток. Ну и традиционно давайте узнаем, сколько будет стоить проживание широкой балки в сентябре 2021 года. Нашел всего 4 свободных варианта в сентябре от 1900 до 3150 рублей за сутки. Ну что, пора делать выводы. Сказать, что я был впечатлен от широкой балки, это ничего не сказать. Мне здесь очень понравилось. Я обязательно сюда вернусь и, возможно, проведу несколько дней. На курорте есть все. Зеленые горы, тесно примыкающие к пляжу. Красивое море. Зоны для отличного пляжного отдыха. И прогулочная набережная. Ну а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»